Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте, участники Директ-Академии и участники сегодняшнего вебинара. Я рад вас приветствовать на нашем вебинаре, посвященном издательству Директ-Академии. И проведет наш сегодняшний вебинар Анна Иванова, выпускающая редактор нашего издательства. Но прежде чем передать слово Анне, я хотел бы рассказать немножко о тех ссылках, которые я разместил в начале нашего чата. Самая первая ссылка ведет на нашу главную страницу, на главную страницу нашего сайта. И на этой странице вы можете зарегистрироваться на все мероприятия до конца нашего учебного года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором в скором времени появится и запись этого вебинара. А вообще у нас там около 400, более 400 записей вебинаров уже есть. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе того, что происходит в Директ-Академии. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов Директ-Академии. И на этой странице мы вам предлагаем пройти обучение по 10 различным курсам. Совсем недавно появился 10-й курс, представляемый Мариной Орешко. Заходите, посмотрите, может быть, вас что-то заинтересует. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, на которой можно приобрести сертификат после того, как вы приняли участие в очередном вебинаре, можно ей воспользоваться. Ну и прежде чем передать слово Ане, я хотел бы еще познакомить с вас с мероприятиями, которые пройдут на следующей неделе, с мероприятиями Директ-Академии. Вот эти вебинары. 18 февраля в 12 часов по Москве, как всегда, Лариса Бух проведет вебинар «Мужское и женское. Гендерные особенности слушателей вебинаров». 19 февраля во вторник наша постоянная ведущая по треку искусствоведения Марина Пивень проведет вебинар «Путешественники, предшественники авангарда» Винсент Ван Гог. В живописи есть нечто бесконечное. Ну и в среду 20 февраля Марина Орешко в 15 часов, обращаю внимание, Марина всегда в 15 часов ведет по Москве, библиотечное видео от слайд-шоу до буктрейлеров. Вот и все. Я свое вводное слово закончил и хотел бы передать слово Анне для проведения нашего сегодняшнего онлайн-мероприятия. Анна, прошу на связь. Добрый день всем участникам. Я надеюсь, что меня хорошо слышно, хорошо видно. Если вдруг какие-то неполадки со звуком, вы пишите в чате. Я постараюсь что-то исправить. Ну а так, надеюсь, что мы с вами проведем этот замечательный час без технических неполадок. Директ Медиа 2019 – новый подход к изданию книг. Такой у нас новогодний выпуск в феврале. Тема нашего сегодняшнего вебинара. Мы занимаемся изданием книг уже очень давно. И на разных этапах нашей издательской деятельности в различные временные периоды наши цели и задачи были, естественно, разными. В какой-то период нам был важен только контент, его количество. В какой-то только технологии продаж и продвижения. А в какие-то периоды особое внимание уделялось качеству контента. В настоящее время наш опыт, наш возраст, наш статус диктуют нам условия, конечно, более жесткие. Но это связано, скорее всего, со временем, в котором мы с вами не только живем, но и работаем. И мы ждем от нашего нового издательского года значительных результатов. Поэтому постарались сделать работу комфортной, но при этом поставив в себе такие высокие планки и жесткие рамки. О них сейчас и расскажу. Как мы будем работать в этом году? Да, этот период совпал для нас со словом «качество». Мы к нему стремились всегда, но сейчас оно приобрело для нас особый смысл. Мы жаждем его распространения на все этапы книгоиздательского цикла. От отбора книг, каждого элемента издательского производственного процесса, типографской печати, до конечного пользователя, до читателя. Качество отбора – это следующий наш слайд, и сейчас я его объясню. Особое место мы выделяем качественному отбору контента. Если мы говорим об учебной и научной литературе, то наши цели и основные задачи в этом году очень масштабные. Наши библиографы, аналитики, редакторы, они ставят перед собой цель формирования таких блоков контента, которые бы закрывали все необходимые вузам и учреждениям среднего профессионального образования дисциплины. И контент этот самого высокого уровня. Мы всегда стремились работать с научной элитой. Это сложно, поскольку на издательском рынке качественный научный контент, его важно взять первыми и работать с ними достойно, чтобы в конце концов автор сопровождал нас в течение долгого времени. У нас есть такие авторы, и в принципе за все годы работы могу сказать, что процент тех, кто ушел от нас, он настолько мизерный, что мне кажется, он даже в процент не выливается. А это определенный показатель. Мы будем стараться и в этом году основные наши энергозатраты пускать именно на поиск и комплектование именно таким качественным, научным, элитным, литературным сырьем. Вот, например, на слайде вы видите Валерия Павловича Горелова. Это профессор, автор уникальнейших книг, в первую очередь по своему редкому контенту. Электрофизика, электроматериаловедение. По ним мало литературы. Это сложно, это сложно воспроизводить, и издательски в том числе. Наше производство, наверное, меня сейчас поддержит, потому что это графики, это иллюстрации, подробные схемы. В общем, издательски это очень сложно, но это уникальный контент. К сожалению, Валерия Павловича больше с нами нет, но его сын, выступавший с ним в качестве соавтора во многих его книгах, с нами, и мы очень рады сохранить и умножить вот эти ценнейшие единицы такого редкого контента. В настоящий момент у нас около 30 книг этого автора, и мы представляем его на рынке электронных и бумажных книг. Что касается другого контента, не могу о нем не сказать, потому что это целый пласт нашей работы. Наше другое направление – это издание редкой отечественной и зарубежной литературы, в том числе имеющей сложных правообладателей. Это классика научная. Эта задача была реализована нами в прошлом году, мы начали ее ровно год назад усиленно над ней работать, и она принесла определенные плоды. Искать подобного рода контент мы будем и впредь. Такие задачи остаются на 2019 год у нашего издательства. Подобная литература, она обогащает не только учебный процесс, но и каждую отдельно взятую личность. В социальных сетях, точнее в нашем профиле в Инстаграме, я назвала поиск и публикацию подобного редкого контента нашим хобби и нашей страстью. А такие увлечения, вы знаете, что они не могут быть позволены издательством среднего звена. Поэтому смеем надеяться, что мы действительно законодатели моды в интеллектуальной литературе. Но вернемся к научной и учебной. Не буду вас в этом плане долго отвлекать, но если у вас будет желание, посмотрите, какие мы нашли редкости и как мы их качественно сделали. В конце чуть-чуть еще вернусь, мне это тоже все очень нравится. Безусловно, со стороны сложно угадать необходимость издания учебного пособия, учебника, монографии, необходимых и главное используемых напрямую, непосредственно, не просто для галочки, а действительно используемых в учебном процессе конкретных вузов. Еще сложнее попасть с такими учебниками в группу вузов, которые их используют. Поэтому мы особо рады тому потоку авторов, которые преподаватели в своем большинстве, они предлагают публикации материала, используемые в учебном процессе. Они добиваются включения их в программы преподавания данной дисциплины. Книги таких наших авторов, они попадают не только в пользование одного конкретного вуза, но и обязательно появляются в вузах со схожими дисциплинами. В библиотеках вызывают интерес со стороны преподавателей и авторов данной или смежной дисциплины. Несомненно, более качественный отбор, он несет в себе определенную погрешность. Отказов в публикациях будет больше, но мы ведь ставим на результат в этом году, поскольку качество издания тоже растет. Много лет для нас неизменным оставалось одно – это полная лояльность к автору. Мы делали все для того, чтобы автору в первую очередь было комфортно, удобно и выгодно. В настоящее время издательство Директ Медиа больше не принимает для издания книги на бесплатной основе. Лояльность и самые теплые отношения к автору безусловно остались. Мы плотно со всеми работаем, но качественное издание не должно быть дешевым и бесплатным. Всем нам известны ресурсы для самопубликаций. Сначала это было как ноу-хау, хотелось узнать, что, как, почему это все бесплатно, но на самом деле сыр бывает только в мышеловке, да, бесплатный, они не дают качественный контент. Более того, они дают некачественный контент. Это не одно и то же. Но в плане традиционных издательских технологий не должно быть некачественного контента, особенно в учебной и научной литературе. Но это просто непозволительно. Серьезные книги, они должны соответствовать определенным требованиям и стандартам, которые невозможно унифицировать для всех видов изданий. Вот схемы, таблицы, математические формулы, вывести их качественно на подобных ресурсах невозможно. И, разумеется, их невозможно потом довести до конечного пользователя, до читателя вуза, читателя в библиотеке. Они просто не войдут, потому что не соответствуют определенным требованиям. Наше издательство, да и большинство издательств, они понимают это. И бесплатно сейчас мало кто работает. Но это и правильно. Мы уже говорили о том, что книги, которые издаются, они должны регистрироваться, получать АСБН, ДОИ, регистрация цифрового издания, повышать индекс Хирша, попадать в Российскую книжную палату, именно тот орган, который выдает эти АСБН для учета всего книжного рынка нашей страны, доходить в конце концов до своего читателя, принося пользу и материальную в том числе. Поэтому, получая в работу авторскую рукопись, мы даем определенные обязательства и несем ответственность не только за сам выбор этой работы, работы с этой книгой, а отбор качественный. Раз мы выбрали, значит, это уже качество. Мы по определенным критериям отобрали работу с этой книгой, договорились с автором. Но она гарантированно нами соответствует всем требованиям и стандартам, принятым по отношению к данному типу издания. Кроме того, все работы проходят через систему выявления плагиата. Это делает результат издания качественно чистым, дает возможность использовать книги, выпущенные нашим издательством, без опасения об их происхождении. Такой, если хотите, допинговый контроль, издательский контроль. Это важно. Мы же работаем для студентов, они не должны задумываться сейчас, когда время течет очень быстро, работать нужно быстро, читать быстро электронные, бумажные книги. Они не должны думать о том, что это работа некачественная. Качество и проверки на допинг тоже. Как я уже упоминала, качество требует оплаты. И если мы раньше могли позволить себе взяться за любую книгу, как делало большинство издательств, делают до сих пор, просто озвучив ее цену, то сейчас все работы с каждой книгой считаются индивидуально. И стоит каждый вложенный в них копейки. Да, мы используем дорогую цифровую технологию. На слайде, я надеюсь, всем понятно, что это минутка юмора. Дорогая цифровая печать, но поверьте, она того стоит. Без нее графики, иллюстрации, шрифты и бумага, они не будут делать лицо вашей книги. То, о чем я упоминала, при самоздате невозможно вывести качественные формулы. И мы не сможем поставить их на рынок учебной и научной литературы. Поэтому обращать внимание и тратить свое время на подобного вида ресурсов просто не стоит. Несмотря на то, что услуги издательства Директ Медиа сейчас платные, неизменными остаются юридические формальности. Все авторы, с которыми мы работаем, заключают лицензионный договор на подготовку, издание и использование лицензионных материалов, то есть самих книг, публикации. Это тоже сюда ходит. На основе исключительной или не исключительной лицензии. На определенный срок. Как правило, этот срок небольшой, 3-5 лет. Многие издательства берут на более длительный срок. Это оправдано. Да, бывают и 10 лет, и 20 лет использования книги. Но вы же знаете, что учебная и научная литература, они живут долго, они становятся классикой. Но в учебном процессе важны 3-5 лет. Именно тот период, который мы предлагаем, изначально закладываем на конкретные книги. Передача прав на основе исключительной лицензии. Не буду сейчас углубляться подробно в работу с авторами о договорах, об условиях договоров, поскольку об этом был целый вебинар. И, честно говоря, это очень интересно. Не все разбираются в юридических тонкостях, особенно в авторском праве. Поэтому это тема отдельного вебинара. И она у нас уже была, может быть, среди тех трех сотен вебинаров, которые уже у нас прошли. Вы сможете найти вебинар. Его проводила я, подробно рассказывающая о лицензионных договорах. Они меняются, они дополняются, что-то убирается. Все зависит от того, с каким материалом мы работаем. На каком рынке мы работаем. И какие условия работы издательств в конкретный временной период. Допустим, 2019 для нас особый. И мы доработали договор в соответствии с определенным периодом. Поэтому не буду заострять на это внимание. И скажу, что передача прав на исключительной лицензии, то есть когда только одно издательство имеет права на использование прав на данную книгу, не отбирая, разумеется, у автора эти права. Права всегда остаются у автора. А вот их использование может быть ограничено одним издательством или несколькими лицами. Разумеется, вот исключительная лицензия, она более выгодна. Это возможность реализации книг в качестве единственного поставщика. Так как многие вузы, библиотеки, они вынуждены покупать книги, комплектовать свои учреждения через государственные тендеры, аукционы, где для них лучшая цена и лицензия правообладателя – это решающие и порой единственные условия для приобретения книг. Поэтому, конечно, скрывать здесь нечего. Исключительная лицензия – это определенный плюс и для издательства, и для автора. Когда не исключительная лицензия, и есть возможность книгу реализовывать, одну и ту же книгу реализовывать в нескольких издательствах, то здесь есть и некая такая россыпь материальной выгоды, то есть непонятно, где она лучше работает и вообще почему она должна одинаково работать в нескольких местах. Высокие продажи – это, конечно, получение максимальной выгоды не только для издательства, но и для автора книги, которые, согласно лицензионному договору, получают роялти, это ежеквартальные выплаты по договору, и они напрямую зависят от осуществления осуществленных продаж. Вот и наш слайд про роялти. Давайте посмотрим на деньги, это, видимо, на удачу. О продвижении и продажах мы, кстати, тоже делали отдельный вебинар, рассказывали, какими мы пользуемся технологиями в этом плане. Вкратце о них говорит этот слайд. Все наши книги мы делаем в электронном и в бумажном виде. В электронном виде мы размещаем в электронной библиотечной системе университетская библиотека онлайн, в интернет-магазине издательства, на портале Google Play, в системе Apple iBooks и площадках, тоже принадлежащих нашему издательству. Но они имеют в себе сортировку контента. Что-то, вот вы видите, значки библиотека нон-фикшн. Она содержит нон-фикшн литературу. Библио-скул – это площадка для школ. Соответственно, мы отбирали туда определенные книги. Бизнес-библиотека – это другая площадка везде, есть электронные книги. Печатные книги, они доступны на наших партнерских площадках, в магазинах Ozone, MyShop, в интернет-магазине издательства. Печатные книги мы с удовольствием распространяем через наших партнеров, библиотечные коллекторы. Иногда библиотекам и вузам проще работать с бибколлекторами. Уже была разработана определенная технология, схема, улажены все юридические формальности. Библиотечные коллекторы тоже заключают договоры с издательствами. И тут абсолютно качественная работа. Наши многоуважаемые коллеги из бибкома, контекста, Эпо-сервиса, наших питерских партнеров, Русинформ, это международный поставщик библиотек. Да, наши книги есть в Германии, в библиотеках Европы. Это важно и для нас мы благодарны такой продуктивной работе. Кроме того, печатные книги мы распространяем в магазинах. В магазинах столиц Москвы, Питера с регионами сложнее. Объясню почему. Технология печати по требованию, то есть когда тиражи небольшие, в регионы сложнее поставлять. И мы с удовольствием комплектуем точечно библиотеки, вузы, а на распространение в книготорговые сети литературу малотиражную, научную, учебную поставлять сложно. Но тем не менее у нас в регионах есть небольшие компании, которые, как и бибколлекторы, поставляют новые магазины. В Москве у нас сотрудничество с книготорговыми сетями, сетями «Читай город», «Новый книжный», «Торговый дом Москва», «Московский дом книги», «В Питере» – это «Питерский дом книги». Сеть все время растет, и это напрямую зависит от качества того контента, который мы разрабатываем год от года, улучшая. Во всех магазинах разный контент. Кто-то выбирает наше научное деятельность нашего издательства, кто-то учебную берет, кто-то, наоборот, выбирает то, что я назвала нашим хобби, но на самом деле это такая редкая классика, что, допустим, те же мемуары Автарханова, это наше недавнее издание книги, тираж просто разлетелся, но это большая удача и большая редкость. Мы абсолютно открыли информацию о продажах нашим авторам. Это их книги, они вправе знать, как это все работает. Каждый автор при заключении договора и подготовке книги, когда мы книгу довели до конца и готовы к ее публикации, получает доступ в личный кабинет, где он видит, как эта книга работает, кто ее интересуется, каковы ее продажи в целях улучшения, может быть, другого издания или, наоборот, наблюдения над тем, насколько актуальна литература, дисциплина, по которой автор-преподаватель работает. Особо отметим, что Директ Медиа делает упор на электронные книги в том числе. И распространяет не только бумагу, но и электронные. Владея крупнейшей электронной библиотечной системой, университетской библиотекой онлайн, это на самом деле правильно, потому что у нас в обойме тысячи вузов и СУЗов по всей России. Они все видят наши новинки и вправе заказать любую книгу, чтобы она была физически... В этом не связанном с электронными библиотечными системами... Основные моменты у нас... Анна, что-то со звуком произошло. Да-да, вы меня слышите? Да, вот сейчас вроде нормально. И заодно чуть-чуть потише сделай, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Так, в порядке? Да, вроде в порядке, но на полминуты примерно звук исчезал куда-то. Там, может быть, физически просто какое-то... Потрогало что-то там, и он это самое... Мой кот в другой комнате. Продолжаем. Даже не знаю, если чуть-чуть вернуться назад или продолжить здесь. Напомню, основные моменты нашего вебинара, да, чтобы не было каких-то таких больших пропусков, потому что были моменты, когда я увлекалась. Итак, в этом году издательство Директ Медиа работает в направлении качественного отбора. Мы нацелены на формирование блоков контента, которые с тобой представляют ведущие учебные и научные направления. Мы хотим закрыть полностью, дать возможность всем преподавателям, вузам получить дисциплину целиком, дать возможность публиковаться и работать по конкретным книгам. Да, мы в этом году не работаем бесплатно, но качество нашего издания, оно растет. А качество не должно быть дешевым или бесплатным, это неправильно. У нас только цифровая печать, у нас печать по требованию. Она ниже, чем офсетная. Да, мы не печатаем большие тиражи, но мы делаем это качественно в плане иллюстраций и сложных издательских проектов. Есть сложные дисциплины, астрофизика и математические дисциплины, где иллюстрации, схемы, таблицы настолько важны, что издательские требуют определенного мастерства. И наше производство с этим успешно справляется уже много лет. Соответственно, мы нашли определенные типографские партнеров, которые готовы для нас сделать качественную печать. Мы говорили, вот, наверное, как раз, когда пропал звук, о деньгах, о продажах. Мы продаем книги в электронном и в бумажном виде на множестве площадок. Мы вышли в крупные магазины. Мы представляем современную научную учебную литературу и классический научный контент. У нас область продаж растет. Этому был посвящен отдельный вебинар. Мы рассказывали, как это все работает, что в современном мире сейчас самое главное – это соцсети и распространение только в рамках научного сообщества, только вузовские круги и соцсети. И, собственно говоря, мы здесь работаем. Наверняка те, кто приходит на наш вебинар, знают, что у нас есть аккаунты и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, и в Инстаграме. Это совершенно разные аудитории. Предложения там тоже совершенно разные. Но тот спрос, который идет на книги нашего издательства, он говорит сам за себя. Каждая группа в соцсетях, каждая аудитория, она работает. Значит, мы двигаемся в правильном направлении. Мы говорили о том, что качество дает нам определенные обязательства. И мы гарантируем их выполнение. Юридически мы оформляем лицензионные договоры. Мы готовим издания с присвоением АСБН до и для цифрового издания. Выдаем сертификаты о размещении издания для отчетности. Мы все понимаем, что вы, преподаватели, работаете в государственных учреждениях, и вы отчитываетесь дважды, как минимум в год, и вам требуется подтверждение публикации. Да, конечно, сертификаты в сети выдаются. Печатные тиражи по технологии Print on Demand, они не такие дорогие, как офсетные. Мы гарантируем индексирование работы в базе e-library. Это российский индекс научного цитирования. Все работы авторов размещаются в e-library и повышают индекс Хирша. Мы защищаем издания от незаконного использования. У нас есть штат юристов, которые отслеживают появление работ наших авторов на пиратских сайтах. И, конечно, мы делаем все возможное для того, чтобы этого не было. Но хочу сказать, что сейчас, какое-то время назад, пиратство было настолько распространено, что это было просто катастрофой. И сейчас небо и земля, то, что происходит, интернет достаточно чистый в плане того, чтобы издания научного и учебного характера оставались только у правообладателей. Поэтому мы отслеживаем и гарантируем такую защиту. Продвижение книг в сети интернет. Чуть ранее мы говорили о том, что есть определенная аудитория, и с каждой аудиторией мы работаем. Поскольку контент нашего издательства тоже различается, об этом мы тоже говорили, и научный, и учебный, и разные возраста, разные уровни образования. Мы говорили о том, что наши продажи совершенно открыты для авторов. Прежде всего, потому что нам нечего скрывать. Что продали, показали. Об этом мы говорим во всех договорах. И выплачиваем авторам вознаграждение, на которое наработали его книги. Нам выгодно, чтобы они работали больше, автору тоже. В этом мы совпали, поэтому мы вместе. Мы призываем всех на новый уровень качества книг. Имея определенные публикационные возможности, любой автор и преподаватель в нашем издательстве имеет целый штат инструментов, которыми он может воспользоваться. И не разбегаясь по другим издательствам, ища какую-то удобную нишу для себя, использовать все, что ему дают. Мы много лет работаем с автором, мы знаем их потребности. И делаем все возможное для того, чтобы им было удобно и комфортно. Вот на этом слайде наш прекрасный шеф, автор ряда ценнейших книг, призывает в мир новых издательских возможностей. Наше издательство часто выступает новатором и первопроходцем, испытателем новых идей. Мы привыкли задавать высокую планку издательских стандартов новой научной литературы. Об этом говорят шаги наших конкурентов, неизменно дублирующих все наши технологии и принципы работы. Об этом говорят и наши многоуважаемые подписчики и клиенты, вузы, библиотеки, магазины, обычные люди, гуляющие по книжным ярмаркам и выставкам. Все они выбирают только лучшее. Я вас приглашаю в наше издательство в 2019 году работать по-новому, работать усиленно, работать над качеством. Если у вас есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Мне было приятно провести этот вебинар и рассказать все секреты нашего отношения к нашим замечательным авторам. Если есть какие-то вопросы, прошу написать в чат. Есть интересный вопрос. Помогаем ли мы подготавливать авторам заявки на гранты на издание научных трудов? Гранты – это вещь. И да, мы это делаем. Более того, при нашей технологии и качестве мы часто выигрываем эти гранты, и работа, конечно, кипит. Она тяжелая, она тяжелая по документам, но, тем не менее, тот результат, который получается, он выше всяких похвал. Грантами у нас занимается выделенный на это редактор, ведущий редактор. И на презентации сейчас есть наши контакты. Если вдруг вы знаете, на какой грант можете претендовать, и вам требуется какая-то помощь, то да, мы этим занимаемся. И, конечно, это немножко другая работа, не авторская, о чем я сегодня говорила в плане платной подготовки издания. Нет, гранты – это, конечно, другое. По грантам мы работаем очень плотно с авторами. Но там есть за что работать, да, есть цели и финансовые, и цели, которые на распространение самой идеи научной литературы. Поэтому, да, грантами мы занимаемся и приветствуем их, что самое интересное. Мы ищем их сами, мы предлагаем работать с автором совместно с нашим издательством. А кто-то действительно предлагает свои услуги. То есть, да, я хочу участвовать в гранте, и мы с удовольствием помогаем. Поэтому, Елена Андреевна, если вас интересует вопрос, пишите, мы с удовольствием. В этом году у нас еще интересный был проект. В ушедшем году мы его начали и будем продолжать. В нынешнем все те издания, которые претендуют на оценку, что называется, грифованием, мы тоже этим занимаемся, нам это интересно. Такого вопроса не было, но он, собственно, не в рамках этого вебинара. Но если мы говорим об издании, о качественном издании, то да, у нас есть экспертный совет, который грифует учебники, учебную литературу. Поэтому в этом плане наше издательское качество тоже только растет. Если вопросов больше нет, то я обратно Павла приглашаю для завершения этого вебинара. Я тоже вас благодарю за участие. Приходите на мой перформанс в апреле, да, Павел? Да, кажется, в апреле у нас еще будет вебинар. Выделили мне эфирное время. Я буду рада поговорить с вами и рассказать что-нибудь новое и интересное. Всего доброго, до свидания, хорошего вам окончания дня и трудовой недели. Спасибо большое, коллеги. Спасибо, Анна. Я надеюсь, что вебинар вам понравился. Со своей стороны тоже хочу пожелать вам хороших выходных. Встретимся на новой вебинарной неделе в Директ Академии в понедельник. Всего доброго, до новых встреч в Директ Академии. Субтитры создавал DimaTorzok